Вступить в диалог с самой смертью и мастерски обхитрить её – всё это под силу Максиму Сороке. Истории из жизни отважного казака уместились в час. Для запорожского режиссёра Антона Жадько фильм «Казак и смерть» стал возможностью по-своему помочь стране в это сложное время. Поскольку я не умею обращаться с оружием, поскольку я не воин, но я режиссёр. И моё оружие является сценарием, моим оружием являются мои фильмы. И, конечно же, я понимаю, что фильм, как никакое другое искусство, оно может вдохновить на победы, вдохновить всю нацию. В целом съёмки длились семь дней. Работа над картиной стартовала летом прошлого года, когда город находился в напряжении и страхе из-за возможного начала боевых действий. Исполнитель главной роли Денис Харлан, как настоящий казак, успевал везде. Это было лето, сезон. Война начиналась, посты туда-сюда. И мы, в общем, оттуда-сюда, отсюда-туда выбирали время, подстраивались друг под друга. Не у всех всегда всё получалось. И ночами было, и днём было. Понравилось мне очень. И, в общем, за всё, за то, что когда связано с нашей культурой и народностью, я буду только рад помочь. Это лишь на первый взгляд фильм кажется мрачным. Колоритный украинский юмор, ландшафты хортицы и зрелищные бои. Всё это вписалось в рамки комедийного фэнтези, одного из самых сложных жанров в кинематографе. Но главное, по мнению создателей картины, представить истинный образ национального героя. Почему-то все считают, что казак – это прежде всего алкаш, который должен подраться, потом напиться, трубку, накуриться, опять горелочки, сидеть. Это неправильно. И мы хотим в этих фильмах показывать, что казак, я понимаю, это уровень может быть немножечко сказочный, но казак готов и стремится помочь каждому. Услышал крик, он бежит на помощь. Он готов пожертвовать своей жизнью для того, чтобы спасти людей, близких, помочь защитить. Добро, преградить путь злу. Вот такой должен быть казак. Вместе с профессиональными актерами в картине снимались и аматоры. Фильм создавался практически на голом энтузиазме с минимальными затратами. Помимо сценария и режиссура, Антон Жатько занимался операторской работой, монтажом и компьютерной графикой. Никто не хочет снимать фильм без денег. Все, в общем-то, как-то склоняются к тому, что мы будем снимать фильмы полнометражные, только если у нас будут многомиллионные бюджеты. Бюджет данного фильма, даже назвать смешным, язык не поворачивается, потому что это еще смешнее, чем ничего. Речь идет о 20 тысячах гривен, в то время как сегодня минимальный бюджет для производства украинских фильмов составляет 600 тысяч долларов. Тем не менее, команде удалось сделать качественные кинопродукты. Для воплощения новых идей они ищут помощи от неравнодушных запорожцев. Мария Маракелян, Константин Грушко, ТВ5